Как ни странно, я никогда не мог сформулировать сам себе свои детские мечты и чаяния. Они были настолько абстрактные, настолько расплывчатые. Я просто хотел учиться, хотел заниматься, хотел читать, я хотел... Я хватался за все, и спорт, и то, и все, и пятое-десятое. Но в жизни, на мой взгляд, решает его величество случай. Его величество случай, я стал продюсером. Все составляющие были для того, чтобы я стал потомственным металлургом, потому что я из семьи потомственных металлургов. Я учился в металлургическом институте, я работал на заводе в Трисмены, в горячем цеху. Но жизнь решила по-своему. Его величество случай раз, и я вдруг пошел в этой стезе. Сказать, что я жалею? Нет, не жалею. Сказать, что у меня есть какие-то обманутые ожидания? Нет. Сказать, что я чего-то не доделал в этой жизни, в плане самого себя любимого, тоже не скажу. Все идет так, как должно идти. Тьфу-тьфу-тьфу, и пусть оно еще долго-долго идет. Хорошо. А где произошел этот щелчок? Как решили стать? Вы были металлургом, работали металлургом. Где случился щелчок? Вот что, встреча с конкретным человеком, конкретный случай какой-то? Как произошла смена векторов? В городе Мегеоне, в котором я жил на тот момент, это на севере Тюменской области, и уже пошли времена Горбачевские, когда можно было заниматься бизнесом, и я занимался бизнесом. Лес с заготовками еще чем-то, как все в те годы, всем по чуть-чуть. И была незанятая ниша, в город Мегеон никогда не приезжали артисты. Я подумал, почему бы и этот сегмент рынка не охватить. В соседнем городе Нижневартовск я узнал, что приезжают с гастролями Лайма Вайкули. Я договорился о том, чтобы они приехали рядом в Мегеон. Вот и пошло-поехало. Вот так я оказался в шоу-бизнесе. Засосало, затащило, и выйти уже невозможно. Разве что на пенсию. Продолжение следует. Продолжение следует...